А вообще уха хорошая, когда в котел воды и рыбу туда. Без ухи невозможно представить меню сибиряка. Эта еда может быть и походной, и деликатесом, которым можно встретить самых дорогих гостей. И в честь этого блюда вот уже шестой год в Енисейском районе проводится праздник Енисейская уха. Говорили 240 литров ухи, и почти вся уже ушла, уже на дне осталась. Мы считали, сколько ухи было приготовлено в полевых кухнях, на кострах, и как еще люди самостоятельно готовили уху. И по общим подсчетам у нас получилось, что в прошлом году было сварено и съедено две тонны ухи. Очень надеемся, что нынешний результат, ну во всяком случае, будет не беднее. Дай бог, чтобы богаче. День Енисейской ухи – самое масштабное культурное мероприятие Енисейского района. И он уже по праву стал его визитной карточкой. К тому же сейчас праздник ухи приобрел и статус краевого социокультурного проекта. В поселок Усть-Кемь на это мероприятие традиционно приезжают более 10 тысяч гостей. И очень отрадно, что вот такая река, как Енисей, я только прилетела из Тувы, начинается там Енисей, и здесь он как бы продолжается. Енисей как пуповина соединяет все республики, народности, и неспроста столько здесь людей. То, что это уже бренд Енисейского района, никто даже не сомневается, и все уже ждут этот праздник. Когда это все начиналось, я просто слушал мнения обывателей, люди сомневались, что что-то получится. Ну а сейчас уже все полны ожиданиями, ну лучше рекламы и нет. Уху на празднике можно попробовать везде. И с полевых кухонь, и на подборьях, и с котелков гостей, приехавших на праздник. Столько ухи мы еще не видели. Всякая уха, и зому, и штуки, и соседрины. Все хорошо и вкусно. А 15 команд из разных уголков Красноярского края соревнуются за звание лучших уховаров. У каждой команды свой рецепт приготовления. Одни готовят и щуки, другие из леща, окуни и язи, а у кого-то свой секретный рецепт. Секретный рецепт приготовления настоящие ухи по-буденовски. А потому что 80 лет назад буденый приезжал к нам в Куртаяр. Мы сами из Сужурского района. Кипяток, лук, свежая рыба хвостом, чтобы шевелила, перец, лавровый лист, ну и все. Ну, чуть-чуть картошки, может, так. Все, больше ничего не надо. Главное, чтобы брала свежая рыба. Ну, 100 грамм обязательно по духу надо. Иначе, как говорят, рыбий суп. Полноводный Енисей для жителей при Енисейской территории издревле является кормильцем. Это богатство и гордость. А уха – знак того, что богатства Енисея не исчерпались. И предостережение, что их нужно беречь и восполнять. Эльвира Ефимова, Игорь Труханов. Новости. Новости. Новости.